Йоу, всем салют, зрители моего канала, с вами Расти И в этом видео будут тесты про 1060 на 3 гига Почему именно на 3 гига? А потому что у многих бюджет не позволяет взять нынешнее время 1060 на 6 гигов И 1060 на 3 гига это у нас Inno 3D Да, только вертушки нет Inno 3D, это вроде как от MSI Как получилось, дальше об этом расскажу А так, конкретно в этой видеокарте Я покупал весной эту видеокарту, когда она еще стоила, вы не поверите, 10 тысяч рублей Да, это вас повергнет, наверное, в шок Потому что сейчас найти 1060 на 3 гига, хотя бы на 3 гига за 10 тысяч, ну это нереально Но если даже реально, то она будет очень в плохом состоянии Наверное, только на ремонт В общем, ну, в принципе, я бы не сказал, что мне повезло Потому что такую видеокарту можно было в прошлом году взять за 7-8 тысяч рублей Но, как говорится, что было, то было Что было, то прошло Поэтому ныне будем исходить из того, что сейчас какое ценообразование Но, знаете ли, очень в таком жестком состоянии Значит, купил я его на Авито Он был в майнинге Но, так как вы, наверное, уже знаете то, что 3 гига в майнинге Но это как бы... В нынешнее время никто не майнит на 3 гига Потому что это, ну, в принципе, бесполезно Что на нем можно майнить? И там можно майнить только копейки И то не все криптовалюты Поэтому он был не в очень долгом состоянии в майнинге Я спрашивал у продавца Он говорил то, что где-то, ну, примерно полгода майнилась Дальше она просто как бы не приносила прибыль И просто он решил продать эту видеокарту Он мне говорил то, что карта обслуживалась Термопасту менял, в общем И плюс к этому у них полетели вертушки И вертушки тоже поменял Эти вертушки, как мне кажется, это от MSI Поправьте меня, если я вру Поэтому я решил взять эту карту В принципе, она до сих пор актуальна Вы сами видите в стиме, даже если посмотреть То у многих сейчас видеокарты стоят 10,60 И, в принципе, если у вас есть хоть какой-то бюджет На покупку более нормальной видеокарты То, в принципе, она вообще тянет на ура Поэтому, как говорил, если бюджет позволяет То эта покупка стоит однозначно И вы это увидите дальше в видео Что еще хотелось бы сказать про эту видеокарту Наверное, уже все знают Поэтому, да, кстати, при покупке я все равно Все-таки решил, как обычно, я все протестил Фурмак, игры, все как положено Все купил, принес домой И поменял термопасту Прикол в этом видеокарте То, что тут не охлаждается Как на 10,70 ВРМ и память Если приглядеться, есть щель между радиатором и памятью В принципе, можно туда приклеить на память термопрокладку Но так как температура не повышается больше 65 градусов Даже максимально было где-то 67 градусов Что, в принципе, это отличная температура для этой видеокарты То есть охлаждение вполне достойное Фурмарки при полной нагрузке 67, это максимум А в таком состоянии, когда Просто играешь где-то примерно 62-65 Это очень хорошая температура для такой видеокарты Ну, в принципе, понятно, потому что у него Тепловой пакет где-то, ну, не превышает 100 Вт Забыл сказать в предыдущем ролике Про 1070 У него где-то примерно Жрет, ну, где-то около 100-45 Вт Ну, и в принципе, она довольно так Нормально греется Больше чем 1060 В фурмарке она греется где-то до 75 и более Но не поднимается больше 80 А в обычных играх она показывает довольно хороший результат И температура не повышает примерно 72 градуса Но плюс, если охлаждение у вас В корпусе стоит довольно хорошее Ну что, я думаю, что нужно уже приступить к тестам Посмотрим, как она будет себя показывать в играх Итак, первая игра на тесте это GTA V Настройки поставил на среднюю ультра Дабы повысить максимальный фпс И чтобы картинка не теряла в качестве Донбавсят неделю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Комфортный FPS, комфортная игра, комфортная картинка. Что еще нужно для GTA 5? Папк. Настройки те же, что и было на 1070, то есть низкий ультра. Давайте посмотрим, сколько FPS будет на 1060. Итак, можно увидеть то, что FPS у нас не поднимается выше 100 кадров в секунду, как на 1070, но уверенно держится на отметке 80-90 кадров. Это максимум, что можно из этой карточки выжать, потому что он работает почти на все 100% и используется вся память на 3 гига. Итак, Ведьмак. Настройки у нас стоят высокозапредельные, но с некоторыми выключенными настройками. Давайте посмотрим, сколько тут будет кадров в секунду, потому что на прошлый раз, на 1070, там у нас видеокарточка упиралась на процессор. Поэтому там было меньше кадров, чем ожидал я сам. Итак, в городе у нас от 50 до 70 кадров в секунду. И плюс, учитывая то, что я еще записываю, получается у нас прибавляем по 5 кадров. Хорошие результаты на запредельные настройки графика. Метро Эксодус. Качество стоит на ультра. А что с фпс? Давайте посмотрим. А воздух какой. Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только они вылечатся. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтобы по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием. Слышим вас хорошо. Прием. Как можно заметить, игра использует на 98% видеокарту и полностью сжирает память. Поэтому 3 гига для такой игры это маловато, конечно. План прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием. Продолжение следует. Итак, какой итог мы можем подвести? Ниже просадок 40 фпс не было. Все держится на 50-80 кадров в средне-высоких настройках. Исходя из этого, можно предположить, что в других играх будут приблизительно, ну, такие же результаты. Да, видеокарта очень хорошая. Но 3 гига это, конечно, для современных игр маловато. Но все сводится к бюджету. Какой у вас бюджет? Такую видеокарту вы купите. Ну, однозначно, если у вас стоит выбор между 1050 Ti и 1060, то смело берите 1060 на 3 гига. Да, на гиг меньше, но она производительнее и мощнее. А на этом у меня все. Всем большое спасибо, кто посмотрел этот ролик. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Мне будет очень приятно. С вами был Расти. Всем удачи. Всем пока.